В кондитерском мире есть свои тренды. Очень модным и стильным блюдом считается галета. Кто ее приготовит, сразу выставляет фотки в соцсети и собирает лайки, потому что галета всегда выглядит красиво и эффектно. Сегодня мы с вами сделаем абрикосовую галету с тимьяном. Галету можно назвать пирогом, но таким своеобразным. Тесто служит конвертиком, в который укладывается много вкусной начинки. В нашем случае абрикосовой. Вообще галета классное такое блюдо. Она всегда немножко такая неровненькая, всегда такая какая-то такая супер домашняя. Не надо здесь каких-то супер кондитерских навыков делать все там идеально ровно. Здесь просто делаешь тесто, раскатываешь начинку, заворачиваешь и все. Сочно, вкусно и классно, что можно в галету всегда класть сезонные фрукты или овощи. Сейчас сезон абрикосов. Стоят дешево, их много. С абрикосами будет просто фантастика. Делаем тесто. Вам понадобится вот такая большая миска, потому что тесто здесь замешивается руками. И знаете что? Мы сделаем с вами крутое тесто, потому что оно будет не только на основе пшеничной муки, а еще ржаную муку туда добавлю. 50 на 50, один к одному. И тесто будет супер полезное. Так, 150 грамм одной муки и 150 грамм другой пшеничной и ржаной. Вам можете сделать 151 и 149. Разрешаю. Видите, ржаная, она прям совсем другая. Чуть-чуть потемнее, немного полезнее считается. Там, конечно, клейковины меньше, чем пшеничная, но для этого мы смешиваем один к одному. Так, обязательно, так как у нас галета все-таки этот десерт, это не овощная, это фруктовая, сладкая она будет, обязательно тесто подсластите. Вот так вот. Где-то полторы столовые ложечки. Немножко. Теперь перемешиваем. Вам надо... А, вот еще обязательно щепотку соли. Обязательно. Просто так будет вкуснее. Вот эта вот соль, она будет чуть-чуть ощущаться, и сладость будет сильнее выделяться за счет вот этой маленькой щепотки соли. Чтобы у нас тесто было рассыпчатое и вкусное, обязательно сливочное масло. Оно должно быть обязательно холодное, прям плотное, из холодильника. Только тогда тесто получится правильное. Прямо так вот. Хопа! И вот такими квадратиками его. И теперь руками замешиваем. Это очень интересная технология, потому что у вас не какой-то миксер сбивает, а именно руками делается. Поэтому, кстати, еще фишка галета, что вам не нужна никакая техника. Просто миска большая, все, и руками можно заместить идеальное тесто. И получается, за счет того, что масло у нас холодное, тесто в итоге, оно у нас не растает, а кусочки масла будут обволакивать муку, и за счет этого получится тесто рассыпчатое. Потом будете, когда кусать галету, она будет просто таять во рту. Не будет плотной, не будет резиновой, а будет мягенькое и рассыпчатое. Когда у вас основное масло вмешалось, нужно добавить воду. Вода тоже должна быть холодная. Ее просто чуть-чуть туда, потому что, если только масло, то это будет слишком жирное тесто. Нужно все-таки чуть-чуть жидкости, несколько столовых ложечек, вот так вот добавили и замешиваем. Вот теперь будет идеальный баланс. Лен, не спи, Лен. На душе, знаешь как, сначала вытягиваешь наверх затылочек, а потом по сторонам пошло вот так вот. Самое лучшее вытяжение. Вот сделай, поделайте все так. Сначала голову, плечи опустите вниз, плечи вниз, голову наверх, затылок наверх и потом вытягивайте. Это совсем другие ощущения. Попробуйте, попробуйте, полезно. Кровь в голову поступает. Пошло, пошло. Пошло, да, сразу начинаешь думать лучше, просыпаешься, сонливость пропадает. Вот, так что делайте так. Раз, раз. А еще круто не закрывать глаза, чтобы не терять ориентацию. Все, эту обязательно процедуру нужно проделать перед тем, как галету есть. Если шею не размяли, галету есть нельзя. Так, все, вот такая должна консистенция теста получиться. Видите, как мне нравится это тесто. Посмотрите, оно, видите, с ржаной мукой, совсем другой цвет, другой стиль. Убираем его в холодильник на полчаса. Клейковина набухнет, масло застынет и можно спокойно раскатывать тесто. Чтобы профессионально и качественно и удобно раскатать тесто, мне нужен пергамент. К нему ничего не прилипает, его не надо смазывать. Мы прямо на нем будем раскатывать тесто. Отрезаем два листа. Отлично, тесто. Кладем его на пергамент и все. Вот на этом пергаменте с этим тестом и получится готовый пирог. Вообще супер удобно. Немножко его сначала рукой так вот прессаните. Вот. Наша задача теперь тесто раскатать до вот такого вот кружочка. Чтобы оно получилось такое тоненькое, но не слишком. Смотрите, сначала его немножко рукой вот так вот прессуем. А теперь я вам покажу, как сделать так, чтобы к нему и скалка не прилипала. И все ровненько у вас идеально получилось. Чтобы тесто было гладенькое и как надо. Вы берете вторым слоем пергамента, вот так вот закрываете сверху. Затем скалочка. И поехали. Раскатываем сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть. Начинайте от центра по сторонам. Абрикосики, ты что у нас без дела? Давайте кто-нибудь. Кто у нас там? Милана, выходи сюда. Давай, будешь мне помогать. Дамы и господа, познакомьтесь. Милана. Сладенькое любишь? Давай пять. Смотри, твоя задача. Абрикосики любишь? Да. Они сейчас сезонные, вкусные. У них есть косточка. Вот тебе нужно вот так вот ножичком, смотри, разрезать так. Потом по кругу вот так вот раз. Потом берешь одну половинку в одну сторону, потом в другую. Хоп. И вот так вот все абрикосики подготовить. Ну не все, половинку хотя бы. Ну-ка покажи. Ну талантище! Вообще молодец! А еще знаешь, как удобнее делать? Смотри. Ты вот так прорезаешь, а ты вот знаешь, как не носиком, а вот попробуй прям вот этим вот, серединой ножа. И потом просто вот так вот прокрути. Удобнее всего получается. Попробуй еще так. Снимай, смотри. Мама, мама, да? Прорезай. Прорезай. Вот. И теперь прокручиваю его тихонечко. Тихонечко. Все. Ну талантище! Ну молодец! Все, вот эта косточка по возможности, если можешь достать, доставай. Милан, ты в каком классе? Пятый закончила. Уже закончила? Пятый? А сколько тебе лет? 11 лет. Сейчас каникулы, да? Да. Классно. Ну совсем скоро в школу. Тоже классно. Да. Раскучаю. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Все. Листик. Опа. И тесто, видите, гладенькое, идеальное. Ничего не прилипло. И скалку мыть не надо. Классно? Вот так вот. Да и абрикосы подготовлены. И здесь есть маленькая вкусная хитрость. Абрикосы, они же бывают суперсочные. Плюс из них будет сок выделяться. Сок этот будет впитываться в тесто. Иногда тесто, оно становится потом слишком мягкое. Поэтому есть маленький нюанс. Как сделать так, чтобы у вас такой типа а-ля мини такой крем получился снизу. Еще и лишнюю влагу впитал. Это просто. Сделаем такую орехово-мучную прослоечку. Она впитает лишнюю влагу. Горть миндальных орешков перебиваем в кутере. Дальше столовая ложка муки. Чуть больше. Вот так вот перемешиваем вместе с миндалем. Теперь на тесто, смотрите, насыпаем муку с миндалем. Только не по всему периметру. Краешки мы будем загибать. Поэтому на краешки нет смысла насыпать только по центру. Вот таким вот слоем. И теперь начинаем выкладывать абрикосики. Сначала мы выкладываем внешний периметр. Красиво, да? Вообще прикольно, да? Вот такой вот рецепт. И результат получится шикарнейший. Теперь краешки нужно загнуть. Смотрите, как это делается. Вы с помощью пергамента прям загнули. Теперь вот этот краешек сюда. Теперь вот этот краешек сюда. Теперь вот этот краешек сюда. Короче, ничего сложного. Главное, чтобы у вас не образовалась дырка. Чтобы тесто было, вот видите, плотненькое со всех сторон. Если образуется дырочка, оттуда будет сок драгоценный вытекать. Это, конечно, тоже нормально для галеты. Но лучше так не делать. Теперь выкладываем абрикосы в центр, но уже перевернутые. Чтобы внешний вид был такой симпатичный. А теперь хотите удивлю. Это тимьянчик. Тимьян с фруктами или с ягодами идеально сочетается. Поэтому добавим туда. Еще тесто будет, абрикосы будут запекаться. Тимьянчик раскроется. Короче, это вкусно. Вам нужны только листики. Вот так вот, видите? Если веточка сухая, можно вот так вот ее взять. И вниз листики, хоп. И вот так вот немножко сдобрить тимьянчиком абрикосики. Много не надо. Просто чуть-чуть. Он ароматный очень. От температуры раскроется. Будет то, что надо. Вся. Берем, перекладываем нашу галету на противень. Видите, как удобно? И, кстати, противень потом тоже мыть не надо. Супер. Чуть-чуть сахарка. И вот так вот сверху присыпаем. Он будет красиво карамелизоваться в процессе приготовления. И ставим выпекаться на 30 минут. Температура 180 градусов. Достаем. Достаем нашу галету. Не, не покажу, ребят, не покажу. Да ладно, куда я денусь-то? Вот это красота. Видите, как абрикосики подпеклись? Тимьянчик раскрылся прямо. Аромат. Ой, выпечкой пахнет. Сразу галету не ешьте. Дайте немножко отдохнуть. Сейчас лишний сок впитается в тесто. Тесто станет хрустящее. Подостынет она. Все распределится. А потом будем нарезать и пробовать. Ждем. Галетка подостыла. Видите, как легко. Вот противень просто его так в конце. И все. Друзья, противень чистый. Можно использовать дальше. Ну давайте резать галету. Не надо ее никуда перекладывать. Прямо вот так вот ее оставьте. На этом пергаменте. И на нем же нарезайте. Очень удобно. Ну что, готовы, друзья? Ну вот. Видите, вот эта прослойка, запеченное ржаное тесто и нежные абрикосы. Милан, давай. Выходи, будем есть с тобой галеты сейчас. За обе щеки. Мы готовили, мы заслужили. Вкусно, да? А тесто, знаете, оно прям как рассыпается во рту. Вот оно не плотное, оно просто так, как печенька прям раз и разошлась. Похрустывает. Абрикосики нежные. Сочные. В меру сладкие. Ну, все прекрасно. Слышали? Все, можно готовить. Чтобы приготовить галету с абрикосами, возьмите абрикосы, ржаную муку, пшеничную муку, сахар, сливочное масло, ледяную воду, миндаль и тимьян. Кусок абрикосового пирога 36 рублей.